Всем привет, уважаемые подписчики, с вами снова Армак. И сегодня у нас партия с нашей подписчицей Мору. Кстати, именно этой подписчице нужно сказать спасибо за то, что наш канал сейчас терпит серьезные изменения. Она выбрала сопряжение с Манером, я оплот с Элизаром. Играем мы на шаблоне с Кирмиш. И здесь для тех, кто не знает, главным героем лучше всего играть все-таки магом, потому как армия маленькие. А при сражении маленькими армиями решает в основном у кого сильнее магия, а не армия. Но соперница решила выбрать все же себе Манера. Либо он ей попал, я вот точно не помню, основным героем. Ну, в общем, посмотрим, что из этого получится. Мне еще здесь заходит Айслин. Когда заходят некроманты, это всегда очень здорово. В большинстве случаев я именно некромантов делаю тогда основными героями. Потому что лишние скелеты, которые могут использоваться хотя бы даже для единичек, прикрытия своих основных войск, это всегда очень здорово. Так, здесь спрашивает Мару интересная карта, шаблон тот же. Я пишу о том, что да, только в прошлый раз размер у нас L был, скорее всего. В общем, пока начинаются стандартные действия, разведка. И вот здесь вот мне серьезно нужно будет подумать, кого же все-таки качать. Элизара, как я хотел изначально. У него довольно много маны всегда, из-за того, что у него первоначально есть навык интеллект. Мару пишет, помню, мне сгенерировало так, что скалы перекрывали выход из замка, и пройти можно было лишь выйдя в мельницу, чтобы прямо у входа в замок. Ну так, генерации бывают очень часто, ломают вам. Вот сейчас бесплатно получил я еще одного героя, Эрдамона. Самое интересное, что у него есть феечки, которых можно использовать на разгон, но я почему-то его погнал вверх и не передал Гречену этих самых феек. Ну да ладно. Стараюсь купить как можно больше героев, покупаю Айн. Так как играем на маленькой карте, и золото мне однозначно понадобится. Сам себе перегородил путь вниз, как это часто у меня бывает. Строю на первый ход Эльфов, и я думаю, с этими войсками уже можно будет лезть в одну из... в один из склепов. А также по поводу Мору. Именно эта подписчица создала нам эмблему нашего канала. Также она создала фон, фоновую картинку, которую вы видите у нас на канале. Она создала картинки, заставки для всех обучалок, которые есть в данный момент на канале. Кстати, обучалки, я думаю, будут в скором времени, но я думаю, уже в следующем году, перезапущены и перезаписаны. Потому что, когда я их записывал, уровень игры у меня был гораздо хуже, чем сейчас. Он и сейчас, конечно, не блещет, но на тот момент был еще слабее. Плюс я заказал микрофон получше. И я думаю, с новым микрофоном тогда уже можно будет перезаписать, чтобы качество оставалось у нас получше. Сейчас уже у меня на кентаврах сработала антимораль. Это может повлечь за собой серьезные проблемы. Я вот думаю, сливать Эльф гномов или нет. Скорее всего, да. Поэтому я гномов сразу же подставляю под удар. Скелетами по скелетам. Для того, чтобы спрятать Эльфа вверху. И сразу же снова антимораль. Вот антимораль может очень сильно мне подпортить сейчас здесь битву. Радует только то, что стали как раз под метеоритный дождь. Как тряпки, так и вампиры. И что, отвожу их подальше. Здесь я вычусь. Смотрю, есть ли смысл сразу бить. Нет. Значит, отойдем наверх. Пока немножечко порастреливаем их. В войске каромантов нет морали. Поэтому бояться, что они походят два раза не стоит. Наваливаемся на зомби. И начинают подтягиваться и остальные. В течение хода они уже будут здесь. Поэтому впервые... Ой-ой-ой, опять антимораль. Очень хорошо, что ударили они не по эльфам. Эльфы будут выйти, наверное. Мы сделаем вот так. Разблокируем эльфов. Но все равно бить нельзя будет. Вот я думаю, бить не бить. В общем-то решаю. Ладно. Добили и все. Более-менее. По крайней мере, золотишки себе выбили на следующий ход. Для того, чтобы можно было поставить префектуру или еще что-нибудь. Думаю, покупать еще одного героя или не стоит. Использую айн для того, чтобы разогнаться. Ну и в общем-то все. На этом первый ход на этой неделе у нас закончен. И мы видим, что зашла цель нашей соперницы. Если она будет использовать цель, то это будет очень серьезный такой соперник. Монер светится. Монер светится. Ну что, Элизар опускаем дальше вниз. Находим еще два склепа. Две повышалки. Две повышалки. Ну, в общем, пока мне расклад очень даже нравится. Так, думаю, бежать дальше захватывать лесопилку, но у меня дерево и так полно. Поэтому я решаю просто передать армию. И Ардамон дальше побежит на разведочку. На следующий день тогда уже здесь все пособираем. Сейчас мы будем лезть во второй склеп, который у нас здесь немножечко выше. Смотрю, куда пойти Айслин. Беру еще немножечко золотишки. Сажу джем в замок, на тот случай, если нужно будет кого-то подвезти. Грейдить эльфов или нет, думаю. Пока вроде и без грейженных эльфов. В предмаксимальном склепе мне было достаточно войск. Единственное, куплю дендроидов и стек кентавров сделаю помощнее. Выкупаю тоже оставшегося эльфа. Айн сейчас заберет эту армию и потянет нашему главному герою. Палатку тоже забрал, хотя это довольно опасно. Каждый раз говорю, что не нужно таскать палатку на первых парах. В битвах с соперниками, которые сильнее вас, войсками. Но при этом сам все равно таскаю. Вот думаю, от антиморали таскать ли с собой или не таскать скелетов. В общем, решаю, да, на единичке возьму. Все, с такими войсками надо айн немножко в сторонку ставить. Она мешает нам пройти. Так, ну в принципе, попробуем, наверное, поменьше потерять. А там как получится. Выбиваем средний стек. Ах, все равно смогут они ударить по кентаврам. Можно попытаться единичку скелетов подставить. Но я все-таки не подставил. Ну и кентавр не потерялся, что тоже хорошо. Так, дендроидами есть ли смысл наваливаться? Я думаю, должны выстоять. Жизни у нее довольно много. Защита хорошая. Плюс остановят зомбарей, чтобы они не подходили еще ближе. Войтимся. Вот один скелет, который ударил, особо никакого урона нам не нанес. Подставляем поближе. Попробуем выбить сразу же целый стек. Отлично выбился. Вот почему большой стек кентавров нужен был нам. Продвигаем себе некромантию и плюс 5 скелетов. Я думаю, теперь нужно знания нам забрать. И нужно, чтобы кто-то нас разогнал. А мы пойдем бить маленьких фей. Опыта особого мы на фейках не возьмем, но зато можно себе в значительной мере. Почему-то я решился не разгоняться. Ну ладно. А в значительной мере повысить количество скелетов в своей армии. Тем более, некромантию мы уже качнули с вами немножечко. Приходит третий вход. Смотрим, что у соперницы уже два замка, но я все равно не буду спешить. Мне главное к концу недели примерно успеть выйти ко вторичке, захватить некрозамок на Скирмише. Я вам напомню, что всегда у вас вторичный замок это некрозамок. И у вашего соперника вторичный замок тоже некрозамок. Поэтому за некромантов очень даже можно играть на этом шаблоне. Несмотря даже на то, что это маленький шаблон М размера, либо можно играть еще Л размера. Как на М и на С шаблонах обычно бытует мнение, что играть за некромантов невыгодно. Так как замок сам по себе слабый и он рулит как раз за счет сбора скелетов. А поскольку карта маленькая, много скелетов собрать нельзя. Но вот этот шаблон как раз рушит эти стереотипы. Потому что как раз за счет захвата своей вторички, вторички соперника, можно себе тоже понавыкупать достаточное количество некровойск. Причем не только скелетов. Тем временем я грейжу себе эльфов для того, чтобы в дальнейшем можно было с минимальными потерями пробиваться. Забрал я еще и кентавров. А, ну все верно, я собираюсь с фейками сражаться и не хочу потерять лишних кентавров. Лучше я потеряю лишнего гнома или скелетов. Вот два гнома мне предлагают потерять, я даже соглашаюсь. Пять скелетов мы добавили себе. Отлично. Айн должна забрать наверное этих скелетов у нас. Хотя она нам наоборот отдала. Странно. Иду еще на одну битву и надо забрать у нас все-таки лишних скелетов. Потому что еще две битвы с фейками у нас готовятся. Думаю забрать гномов. Зомби я еще поставил. В надежде на то, что убьют именно зомби, а не скелета. Зомби нас замедляют гораздо сильнее и нам бы желательно от него избавиться тоже как можно скорее. Ух ты, одного эльфа предлагают потерять. Но на это я конечно же не соглашусь. Выйтимся. Видите, сразу же подбежали. Мы закрылись. Таким образом эльфы у нас в любом случае сейчас не будут теряться. И вообще без потерь все пробилось. Плюс три скелета. И я не успеваю разогнаться. Значит садим джем в замок. Разгоняем хотя бы ее. Элизаром можно разогнать. Я смотрю, что в принципе руды у меня хватало. Но я все равно рудник почему-то захватил. Да. И кстати артефакт здесь дух уныния очень полезный. При битве с нейтралами, который не позволяет им моралиться. Он делает нейтральный боевой дух. Как у вас, так и у соперника. И этот артефакт очень и очень полезен. Чтобы у вас было минимальное количество потерь. Здесь Мару пишет, что много стрелков, но терпимо. Проходы есть. Я ей написал, что у меня феек накидало. Вот вверху мы с вами видим консерваторию. Но она находится в глубине. И если бы я поехал туда, то я бы потерял 2-3 хода туда. Потом 2-3 хода назад. Грубо говоря, целая неделя ради взятия одной консерватории. Оно того не стоит. Поскольку игра на стирмише идет довольно быстро. В течение 2-3 недель. Зачастую, если соперники более-менее нормального уровня. И они стремятся поближе, побыстрее выйти в центр. То тот, кто засидится у себя на респе, тот и проиграет. В большинстве случаев. Было бы там хотя бы 2 консервы. Я бы, может, и подумал. Хотя все равно, как бы, армии у меня особо сейчас нет брать эти самые консервы. А потом уже мне будет некогда этим заниматься. Слишком долго возвращаться. Как вариант, можно взять эту консерваторию как-нибудь по цепи. Вот этот вариант вполне возможен. Ну а главным героем ехать туда я уже не буду. Разве что я увижу что-то у соперницы. Ой-ой-ой, мораль. Вот я сейчас пожалел о том, что я не выстрелил сразу. И потерял эльфа на ровном месте. Вот видите, сейчас бы дух уныния мне пригодился, если бы я его передал вовремя в свою армию. Я его не передал и поплатился за это. Казалось бы, да, минимальная такая ошибочка. Минус один эльф на ровном месте. Очень обидно. Так, беру защиту, чтобы меньше армии терять. Сейчас Элизар, наверное, будет нас разгонять. Он должен нам передать, по крайней мере, еще. Так, разгоняем. Айслин. Отлично. И Элизара все равно погнал вперед. Ну да, золота, в принципе, маловато. И желательно его сейчас собрать как можно больше. Для того, чтобы я имел возможность сразу же что-то еще построить. Да, очевидно, качает Монеро все-таки Мору. Кстати, эта девчонка довольно приличного уровня по игре. И вот партии, которые мы сыграли. Сыграли мы порядка примерно четырех партий. Она от партии к партии очень сильно прогрессировала. Вот если мне попадались подписчики и просто ребята, с которыми я играл. Которые от партии к партии играли примерно одинаково. Но там с небольшими успехами. То вот Мору как раз один из тех игроков, которые очень сильно прогрессируют. Так что я не удивлюсь, если она достигнет гораздо больших результатов, чем я в героях. На тех же турнирах, например. Как вариант, если она захочет, сможет принять участие в новичке, который будет в следующем году. Потому как текущий новичок еще идет. Есть новичок. Зима, по-моему, и лето. Вот нужно будет... Зимний еще будет идти, я думаю. А вот летний где-то по весне, скорее всего, начнется. Вот до весны нужно как мне, так и ей набить как можно больше опыта. Вот я не знаю по поводу Хеопса и Санька. Тоже, в принципе, было бы неплохо, если бы они приняли участие. Но им нужно тоже очень сильно подтянуть уровень игры. Ну а так, я думаю, вам было бы интересно посмотреть, как вы, подписчики, участвуете на турнире. Возможно, мне удалось бы даже договориться заснять, как бы играли Санек на турнире. С моими комментариями. Мору. Хеопс. Также можно было бы, в принципе, даже Алика заснять. Но Алик, скорее всего, на новичка уже не попадет. Потому как он уже сыграл на большом количестве турниров. Неплохо себя показал на них. Он и на этого новичка попадал через плей-офф. Потому как уже давным-давно он не новичок. Но из-за того, что некоторые игроки, которые подали заявки, они не смогли принять участие по разным причинам. Ими искали замены. И, в общем-то, на одну из последних замен, всего замен там было порядка 5-6 где-то, попал и Алик. Ну и, если вы помните, то он попал со мной в одну группу. Кстати, надо будет выложить как-нибудь все партии с турнира «Новичок». Хотя я не думаю, что последняя партия там будет кому-то интересной. В общем-то, я там первую партию только выиграл. Ее я, собственно, вам и выложил. Ну, как выиграл. Соперник сдался. Особо для победы я там ничего не сделал. Собственно, из-за этой победы я и занял пятое место, а не шестое из шести игроков в группе. Ладненько. Мы отвлеклись. Тем временем мы взяли с вами еще один склеп. Нас по пути ожидает еще один. Ну, то есть, по золоту у нас вообще просто все замечательно. Уже Айслин неплохо выглядит как воин и как маг. Особенно радует, что как воин, потому что соперница качает именно воина. У нас уже пять атаки. Защиты, конечно, два, но с эльфами мы можем продержаться первые ходы, даже не рвясь вперед. Да и сопернице нужно будет идти вперед, так что если не будет экспертного ускорения, то есть воздух она себе не качнет, то, думаю, шансы у нас очень и очень неплохие. На пятый день ставлю замок. Можно было и попозже поставить, лишь до конца недели, но я думаю так, пока деньги есть, лучше их сразу же использовать по назначению. Так, Гречен. И тем временем всех героев, видите, подтягиваю вниз. То есть я решил не делать как соперница, не бежать быстро, захватывать вторичку. Я на своем респе все самое интересное забираю, только после этого выхожу со своей территории. Как правильно делать как соперница или как я в разных случаях по-разному. Потому как у вас на респе может не быть ничего интересного и смысл вам тогда бегать по нему и зачищать его. Вот так, захватив вторичку, например, Мару сможет, по крайней мере, улучшить экономическое положение в плане золота, которое будет капать уже из двух замков. Плюс, опять же, со вторички можно набрать себе скелетов на единички, для того, чтобы гибли они, а не основная армия. Вот снова я с собой забираю зомби, ставлю его даже в левый слот, чтобы побыстрее его убили, потому что этот зомби постоянно тягается в армии. Так, ну и как назло, нам тут немалочка зашла. То есть, говорят, тут кто-то погибнет. Вот специально подставляю. Скелета ставит, не ставит. Я думаю, лучше зомби. Мы там поставим, чтобы он погиб. Так. Антиморально эльфов. Вот это плохо. Однозначно плохо. Максимально задерживаю левого скелета. В минимальных склепах вообще наибольшую угрозу для вас несут именно скелеты, потому что у них скорость выше, чем у зомби. А зомби, вот если у вас есть ударный стек хороший, должны убиваться на раз-два. Так, зомби накинулись на зомби. Ох, опять антиморали. Даже две. На два ударных стека. Так. Вот здесь вот я не сделал проклятие на зомбарей, и поэтому потерял двух, даже трех кентавров. Так бы можно было потерять меньше. Ну да ладно. Потихонечку мы с вами подходим. Есть возможность, кстати, ману пополнить. И я думаю, это неплохой вариант. Либо же выходить сразу и пополнить тогда уже во вторичке. Ладно, первым делом мы разгоняемся однозначно. А, или я сразу решаю идти. Ну вот так-так. То есть опять начинаю спешить, да? Ну ладно. Вводить стек стали. Еще и мораль зашла. Тут можно смотреть историю чата, спрашивает Мару. К сожалению, нет. Но хотелось бы, чтобы Бараторч все-таки вожди моди придумал как-нибудь чат, который можно было бы листать, просматривать то, что написал. Это был бы огромный плюс. Так-так-так. Думаю, как лучше встать. Скелетами здесь закроемся. Зомби. Ой-ой-ой, опять антимораль. Ну что ты будешь делать? Скелет по-любому ложится. И надо мне отходить так, чтобы кентавры смогли ударить. Закрываемся. Так, бьем кентаврами. Должны, в принципе, выбивать. Отлично. Одного скелета потеряли. За эксперт или некромантию уже 11 скелетов. И теперь, когда у нас некромантия уже экспертная, мы славно сможем нормально копить скелетов в каждой из битв. Вообще не занятая вторичка. Как раз Ализар ее захватывает. Ставим таверну. Теперь будем иметь возможность просматривать прокачку нашей соперницы. Разгоняемся. Тут у нас еще битва намечается с еще одними троглогитами. У кого этот разгрыженный. О, и довольно интересный момент. Так, что в префектуру будем решать проблемы с экономикой. Лагерь наемников рядом стоит. Будет его тоже пробивать возле вторички. Может быть, там зайдет что-то хорошее. Что-нибудь вроде драконов было бы нам явно не лишним. Ящик Пандоры. Замечательно. Так, последний день недели. Я всегда настаиваю на том, что первая неделя самая важная. И именно постройки первой недели будут играть решающую роль вообще во всей игре. От этого будет зависеть, какой прирост у вас будет, каких существ, какие стэки у вас будут все-таки ударными, на которые вы будете делать ставку. Три кентавра предлагают потерять. Ну, в принципе, здесь должно быть без потерь, если, конечно, не начнут они моралиться. Что вполне может быть. Опять дух уныния. Который ход я не передаю дух уныния. Ай-яй-яй, как же так? Мы же как развиваемся месяц и лишь потом уже можем сталкиваться, спрашивает Мару. К сожалению или к счастью, нет. Игра здесь идет быстро. От двух до четырех недель обычно. М-шаблоны даже по времени рассчитаны примерно на игру в пару часов. То есть это такой быстрый вариант игр. Поэтому, как герои, это довольно-таки продолжительная игра. В которой партии могут длиться и по шесть часов, и по двенадцать. Бывали, ребята играли в воле. В день играли, например, по четыре-пять часов. И таких отрывочков у них было, например, четыре-пять. То есть там уже больше суток могло накопиться в итоге. Снова разгоняемся. Когда вы выходите на вторичку, то уже должны ожидать, что где-то рядом может быть вторичка соперника. А на вторичке соперника уже может бегать соперник, конечно же. Поэтому он может вас увидеть и убить. Поэтому все-таки перед разгоном нужно было мне пробежаться ложками. Разведать территорию вокруг. И тогда уже наверняка разгоняться. Я вот сейчас поступил неправильно. Я сначала разогнался, а потом уже побежали мои разведчики. Вы же так лучше не делайте. Купил я еще одного героя, чтобы быстрее разведать и пособирать халяву. 3-3-1-2. То есть мы видим, что Манер даже как воин выглядит хуже нашего мага. Такс-такс-такс. Ну что, вторая неделька. Потихонечку будем копить золото на то, чтобы скупиться. Но я думаю, спешить пока, наверное, со скупкой не стоит. Мору пишет, надо было рестарт просить на второй день. Слишком больно проход в мир стоил. То есть она уже, наверное, в центр прошла. Я ей пишу, что я пока аккуратненько стараюсь. Но при этом все равно, конечно, потерял я одного дендроида, по-моему, да? Одного эльфа потерял. И кентавров немножечко растерял. Ну, до 10 штук там. Вот как раз Мору пишет, у меня на территории вообще ничего нет. Да, это проблема героев вообще как игры. Потому что генератор неправильно расставляет приоритеты. Ну как, это разработчиками было задано. То есть вообще у вас и у соперника на одинаковую цену, грубо говоря, расставляются объекты. У каждого объекта есть цена. И вот разработчики на тот момент, когда играли в герои совсем не так, они считали, что там, например, склеп и там две повышалочки какие-нибудь. Это равноценные, например, по цене объекты. Поэтому одному, например, зайдет склеп, а второму, например, там две какие-то повышалочки. И в разных шаблонах для кого-то это будет хорошо, для кого-то плохо. Кому-то зайдет, например, две консерватории и склеп, а кому-то зайдет, например, утопия. А толку, например, на им шаблоне с утопией, если игра закончится еще до того, как вы накопите армию, которой вы сможете пробить эту самую утопию. По золоту тоже Мару написала, что у нее дела обстоят плохо. Нам как раз в этом плане повезло. Ну, в основном, конечно, благодаря тому, что склепы были. Антиморалька снова сильно мучает. Антимораль на эльфу. У Мару был только один бесятник. А я вот как раз от бесятника бы не отказался, потому что я там довольно большое количество скелетов мог бы себе накопить. Я и пишу, что если ты баг, только спеллпауэр надо качать. Так, 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 кентаврами не стоит бить, чтобы не было лишних потерь. Ух ты, как хорошо. Видите, на скелетах они все-таки отвлеклись. Потерял я кентавров, все-таки ударил. Надо было сразу бить скелетами. Опять три кентавра на ровном месте. Опять же, это спешка. У нас время на ход было 4 минуты. В принципе, потихонечку можно сказать, что я привыкаю к этому таймеру, потому что сейчас вот частенько в последнее время из-за нехватки времени я перестал играть с игроками, которые на профессиональном уровне играют на портале Heroes World. В основном из-за того, что партии там длятся долго, а мне нужно сейчас делать заказы, и я не могу, не имею возможности выделить достаточное количество времени. Думаю, выбивать или нет, все-таки решаю. Нет, лишних кентавров опять терять. Это слишком жирно. Вот они подошли поближе. Ну, теперь уже единичку, конечно, можно и выбить. И, наконец-то, убили моего зомби, которого я уже длительное время подставлял под это дело. Можно разогнаться на шахте, как вариант. Ну, очевидно, я поеду наверх. Здесь гарпий 2049. Тоже, кстати, пробиваем. Правда, грыженый стек. Надо вот что-то с ним делать. Есть метеоритный дождик. Все, максимально мы ослабили грыженый стек. Замечательно. Единички пустил вперед. Наверх. И вот думаю, что еще один пятиоритный дождь. Хорошо. Грыженый стек выбит. И с метеоритным дождиком, конечно, довольно интересно. Проходят битвы. Айслин хороший и полезный некромант. Особенно на первых порах, когда и у вас, и у соперника слабая магия. Буквально первый, второй уровень. А у Айслин уже имеется метеоритный дождь. Хотя по правилам Heroes World вы все равно не сможете его использовать в битве с соперником, если у вас в гильдии не отстроят необходимый уровень. Так, не успеваю я ящик подбор и подобрать. Сейчас мы будем разгоняться. Отлично. Кто у нас тут? Забираем золото. Есть проход вправо. Обзорка и все. Мы видим соперника. Видим его главный замок, видим Манера вверху, который едет брать третий замок. Мы видим армию Манера. Она, кстати, не какущая. И у нас будет возможность ее... В принципе, его убить, если бы я был поближе. Ну ладно, таким образом мы спешить не будем. Возможно, он сам к нам приедет и тогда уже мы его будем бить. Пока то, что соперница возьмет третий замок, это никаким образом не повлияет на нас. Единственное, это ей немножечко поможет в экономическом плане. Вот, кстати, халявы много. Если бы у нее было больше героев, она бы пособирала эту халяву и у нее было бы достаточно золота. Так как она жалуется, что с золотом большие проблемы. Посмотрим, как она будет ходить. Ну, замок по-любому заберется сейчас. Куда она поедет потом? Вернется назад или поедет на нас? Она, кстати, не посетила повышалку. Похоже на то. По магии. Но, опять же, она там за золото. Я вот сейчас пишу ей, что зря ты Манера качаешь. Потому что играют на М-шаблоне, а здесь... Маги решают больше. Ставлю рынки. Она говорит, а это я специально. Не, Манер как герой. Это, ну, наверное, лучший воин, который... Нет, даже не так, не лучший воин. А самый полезный воин, который есть у сопряжения. Потому что усиление психов, это очень-очень здорово. Психи могут бить сразу же по трём стэкам стоящим рядом. А это очень-очень читерно. А если вы их ещё и усиливаете, то... Представляете, тройной урон ещё и усилен наносить по всем это. Просто жесть. Так, всё, потихонечку подвозим подмогу. Как можно больше стрелков, чтобы минимизировать наши потери. Сейчас Элизар подтянет. А, проверим, что в лагере беженца есть. Пегасы. Ну, это вообще замечательно. Ещё и родные войска мы потом с вами выкупим. К концу недели у нас время есть. Так, и наконец-то я передам дух уныния. Только на второй неделе. Просто жесть, конечно. Передаю его сейчас. Передаю армию. Кстати, вы видите, вверху артефакт хороший. Пять тысяч золота дали, но вы представляете. Я сражался ради опыта, они мне дали золото. Ладно. Вверху есть мантия вампира, которая будет повышать нашу некроманию. И если игра затянется, то мы с вами сможем накопить ещё большее количество скелетов. Хотя у нас их уже 88. Казалось бы, куда больше, да? Ну что, айси. А я не оставил стека под скелетов. Слота. И сейчас опять нападаю. Ай-яй-яй. Вот две битвы я сейчас ровным счётом протупил. И если вы сражаетесь ради того, чтобы копить скелетов, у вас должен быть либо один стек скелетов, в который эти скелеты будут добавляться, либо один стек должен быть пустым. А я вот сейчас ещё и берегу. Надо было феечку отдавать. Ну вот толку, что я посражался. Это просто нудские ошибки, я не знаю. Конечно, спешка играет свою роль, но не настолько же. Кстати, пишите свои комментарии по поводу того, стал ли лучше формат новых видео, когда мы вставляем фоновую музыку для того, чтобы, возможно, это скрыло фоновые шумы, которые происходят вокруг меня. К сожалению, от шумов я избавиться пока не могу. От новых микрофонов будет зависеть. Если они будут менее чувствительными, то, возможно, количество шумов станет меньше. Либо же, когда будет больше времени, я смогу всё-таки прогонять через аудиофильтры сам звук записанный, и тогда шумы вам будут не слышны. Так, смотрю, что соперница уехала Манером вверх. Очевидно, собирать халяву главный герой собирать халяву не должен. Мару говорит, что мне делать особо нечего, везде куча стрелков. Ну, против стрелков, конечно, не попрёшь, хотя она играет воином, и если прокачает в себе тактику до эксперта, то стрелковые блоки вообще не должны быть какой-то проблемы. Довольно легко должно это всё дело пробиваться. Ну, или феечки, если бы были грейженые, то есть мы играли без правил. Хотя у нас как? Мы играем с патчем Heavy Roof, с одной стороны, который определённые правила всё-таки накладывает на игру, но с другой стороны, вообще из правил у нас только не проходить через сдвинутую охрану без пробивки. И второе правило, не использовать дипломатию. Так, ну что, снова стали под метеоритный дождик. Вот видите, дождик уже бьёт сильнее, чем ранее у нас. Феечек вперёд. Опять-таки, если я сейчас сделаю битву без потерь, то никаких скелетов мы опять с вами не добавим. Ну, понятно, сразу же начинаю убегать. Да уж. Ай-яй-яй, сейчас подставил. На ровном месте опять слил одного кентавра. Да, очень много ошибок, что тут скажешь. Сейчас просто отдал бы фейку, всё, я бы набрал скелетов. А так... О, удача. Многие удачу не качают, но двойной урон я считаю слишком хорошим навыком, чтобы от него отказываться. По золоту вообще просто замечательно всё у нас. Так, Мару пишет, вон мне проход вверх закрывает 50-99 магогов, вниз столько же мумий. Не, ну, мумии довольно легко пробиваются, если есть замедление. И стрелки какие-нибудь. Ну, либо же хотя бы один нормальный ударный стэк и куча убедичек, которые будут снимать ответки. Но всё зависит от того ещё, во сколько стэков станут войска. Артефакт встерегут 20-49 бехолдеров, говорит Мару. Ну вот, бехолдеры, да, я согласен. Тяжеловато. У меня тут тоже есть бехолдеры. Они охраняют ресурсы, которые мне не особо важны. Ну как, кристаллы мне хоть, конечно, пригодились бы. Хотя бы для того, чтобы построить Пегаса. А, хотя стоп, Пегаса в неё, так всё хватает. 9 кристаллов ещё есть, даже на грейд. Всё отлично у нас. Кузница. Ну я поставил кузницу, значит я всё-таки решил во втором замке строить муниципалитет. Это не самая хорошая идея. Потому что ваша вторичка всегда подвержена атакам соперника. И вполне возможно она достанется вашему сопернику вскоре, а не вам. А вы таким образом тратите ресурсы и строите замок не для себя, а для вашего соперника. Мару говорит, можно было попробовать пробить сербером, но их 20-49, а у меня после медуз что-то там... Короче, большие потери. У них ещё три раза мораль тогда прокнула. Да, соперница тоже растеряла много войск. Так же как и мы. Так что был бы на месте Мару более опытный соперник, он бы меня конечно уже мог наказать на второй недельке. Вот соперница снова прибегает, садится в третий замок, который она захватила. Я пишу, почему маги сильнее воинов на маленьких картах. Я вам об этом уже говорил в начале видео. Так и похоже она готовится пробиваться к нашей вторичке. Армия уже стала поинтереснее, чем была раньше. Мару говорит, ну при моём раскладе кто угодно будет хуже. Ты вон уже на мою половину залез, а я только из неё смогла вылезти. И то с тяжёлыми потерями. Ну во-первых, я не на её половине. Это моя вторичка. Здесь нет чьей-то половины или не половины. Здесь есть просто респы, которые ваши и не ваши. Находиться ваша вторичка может как вверху, как справа, как снизу, так и слева. Это абсолютно никак не влияет. А вот Мару, она когда вылезла со своей вторички и к третьему замку подошла, то она, в общем-то, сама подставилась. Это она, в общем-то, в плане захвата приблизилась ко мне ближе, чем я к ней. Я пока нахожусь на своих двух территориях, на первичке и вторичке. Так, потихонечку будем готовиться к тому, чтобы захватывать, точнее подвозить ещё армию. Вот грыженные пегасы, это очень здорово. Они, скорее всего, дадут нам возможность ходить первыми в бою, потому как я не думаю, что у соперницы будут уже отстроены птички. Я имею в виду фениксов. Так, Мару спрашивает, проще же пробить 20-49 серберов, чем 50-99 магогов? В общем-то, да. Если использовать снятие ответок и замедление, то да. А с экспертной тактикой вполне можно и магогов сразу же заблокировать, а потом навалиться и выбить все их нестыки. Так, ну а если мы сходим вниз и ещё немножечко качнёмся и пополним запас скелетов, ну опять же, если я оставлю в стеке место под это, у меня уже должно быть порядка 120-130 скелетов примерно. А так только около 80 из-за того, что я не оставлял стек для пополнения скелетов. Вот такие вот большие ошибочки я допустил в этой игре. Так, соперница сейчас отбивает серберов и, возможно, ей зайдут какие-то интересные войска в лагере беженцев. Но нам, по крайней мере, зашли пять пегасов. Я считаю, это очень здорово. А вот что зайдёт ей там, мы сейчас и посмотрим. И соперница всё-таки прорывается к нам, причём без разведки, сразу же главным героем. И передо мной сейчас стоит выбор, либо же пропустить её к нам, чего бы мне делать очень не хотелось, но при этом пополнить запас скелетов. Либо же сразу, если у меня хватит мувпоинтов, атаковать её. Давайте посмотрим. И мы видим, что ей зашёл дракон, и армии как таковой нет вообще. Неужели она... Так, она говорит, что наконец-то ей хоть чем-то повезло. Она что, разогнала Манера? Или это всё, что выжило от её армии? Так, надо сейчас скупать пегасов, передавать моей героине. И всё-таки мувпоинтов хватает. Пушка единорогов. Нет, сейчас грейдом некогда заниматься, нужно передавать то, что есть. Дендроиды раз, пегасы два. Я не знаю. Единорогов. Я решил кентавров брать. Гномы. Ну не знаю. Единороги бы здесь лучше помогли. Я же не против мага. Или это против мага? Грейжиные гномы очень хорошо могли бы помочь. Так, ладно. Передаём войска. Возвращаемся, садимся в замок. Далее Эрдамон. Передаёт всё на Туриз. Туриз тащит наверх. Здесь у нас Айн сейчас подойдёт. Ну то есть вы видите, да, как цепочка сейчас хорошо срабатывает. За один ход мы подтягиваем максимальное количество войск. Так, 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 становимся сюда, повыше. И стало быть, игра, в общем-то, близится к концу на второй неделе уже. В основном благодаря сопернице. Именно она здесь задала темп для нашей встречи. Да здесь Гретчин ещё. Так, передаём войска. Фейки. Так, 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 так. И скелеты, самое главное. По поводу феек я не вижу смысла брать всех. Они мрут очень быстро, лучше взять одну единичку и всё. Либо же вообще без них обойтись. Нет, я беру. Но так у меня может быть антимораль. Лучше, наверное, одного пегаса сделать отдельно. Или нет? Всё-таки беру. Очень зря. Очень-очень зря. Всё, сразу же атакую соперницу. По войскам у меня, конечно, тотальное преимущество на дне. У нас 18 маны, правда, всего лишь. Но на метеоритме дождик... А, нельзя использовать, я гильдию не отстроил. Значит, тогда можно проклятие сделать, чтобы минимальный урон наносили ей стрелки. Всего лишь два урона, вместо возможных восьми. Можно ударить по драконам, но я завельчусь. Чтобы не подставлять пегасов под прямую стрелу. И посмотрим, что будет делать сейчас она. Она воин, а армии у неё меньше, поэтому шансов особо никаких нет. Да и у нас атака гораздо сильнее, чем та атака, которая есть у неё. У неё атака там 3-4 примерно. 4, по-моему, если я не ошибаюсь. А у нас 5. Ну что? Раз, два. Феечки вперёд. Тут мы подставлять, наверное, пока никого гнать вперёд не будем. Скелетом разве что. Гномики. Что и кентавры тоже вперёд. Нет, кентавров я оставлю. Что бьём по драконам. Раз. Выбили драконов. И сразу же сможем закрыть здесь. Сделаем жажду крови, чтобы больше урона нанести. Оп, их уже 11. И она сбегает. Мы при этом всего лишь одного эльфа потеряли и всё. Так, 50-99 мумий. С ними я сражаться, конечно, не буду сейчас. Здесь рядом ещё находится ЦЛ. Так. Так, так, так. Передаём ход или нет? Так, Элизара подставил. Двух героев подставил здесь, вблизи. Кстати, зачем-то непонятно. Для разведки, наверное, но... Я пишу, что я не собирался её атаковать. А тут как раз она своей целью убивает моих двух героев. Благодаря магии. То есть, испортила мне мою цепь. Но при этом, на данном этапе игры... Мне уже это не важно. Мару спрашивает, почему я не могу нанять Манера. Я спрашиваю, есть ли золото. Его в таверне она говорит, нет. Она допустила здесь очень грубую ошибку. В том плане, что когда вы каким-то героем убегаете, он занимает первый левый слот в таверне. И у вас есть возможность его выкупить. Но когда вы сбегаете двумя героями, а она сбежала после второй битвы целью, и таким образом цель с собой перезаписала, то есть, удалила из таверны её главного героя Манера. То есть, она сама себе испортила жизнь. Вот тоже такая серьёзная ошибка, которую вам... О которой вам нужно знать и которую не нужно допускать. Вот Мару пишет, в общем, я думаю, всё. Я ей, как всегда, в общем-то предлагаю загрузить предыдущий ход для того, чтобы она могла выкупить Манера. И тогда, если у неё достаточно армии, как она пишет, что может она ещё нанимать там какую-то армию. Не знаю, что там по количеству армии у неё будет. Если согласиться, то сейчас продолжим. Но, в общем-то, шансов у неё будет очень мало в любом случае. Пишет, что Манера был мейном. Ну, мы с вами видели, что он был главным героем. Единственное, я ей говорю, что если я загружу предыдущий ход, то битва в любом случае между нами должна происходить. Потому что надо повторять предыдущий ход максимально приближённо. Ну, единственное, чтобы она хотя бы могла выкупить героя. Говорит, нет, не надо грузить. Говорю, сдаёшься. Ну, вот так вот мы с вами выиграли под конец второй недельки. Надо было давно говорить о рестарте, пишет нам Мару. Ну, партия довольно бодренькая, в принципе, получилась между нами. Я не думала, что карта настолько плоха. Хотя сразу ей карта нравилась. Она говорит, что плохо, что у нас смежная вторичка. А при чём тут вторичка? Её вторичка находится возле её замка. Моя вторичка возле моего. А здесь уже был третий замок, который она захватила. Это, грубо говоря, уже даже не вторичка, а центр. А при выходе в центр вы всегда должны ожидать соперника. Ведь это М-шаблон, карта маленькая. Здесь всё приближено, все респы находятся рядом. Единственное, бывают моменты, когда вторичный замок... Тяжело определить новичкам, что это именно вторичный замок. Потому что он может находиться на такой же территории, как и ваш замок. Либо находится очень близко. Бывают случаи, даже когда они находятся из-за бага, из-за генератора карт, что они находятся вообще по бездорожью. То есть вы где-то проходите на своём респе, и стоит замок. Ну, вы его захватываете, понятное дело. А потом пробиваетесь по дороге, и кажется, что вот, вы пробились ко вторичке, но на самом деле вторичку вы взяли на своём респе или где-то рядом. Это довольно редкие баги, но они всё-таки бывают, и об этом нужно знать. Поэтому, когда вы играете на шаблонах, а не на обычном рендроме, то имейте в виду всегда, что схему шаблона нужно хотя бы примерно знать. Тогда по силе охраны, по каким-то проходам, вы будете примерно представлять, где вы находитесь относительно этой схемы. Сама карта, конечно же, генерируется случайно. Вот, Мару пишет, ну ладно, сдаюсь в общем. Ну, в принципе, правильно. А при игре на проб уровне, обычно при потере главного героя, смысла дальше продолжать игру нет. Даже если у вас там есть какие-то войска, если соперник у себя сохранил большую часть войск, то смысла продолжать нет. Ну, а если у него остался главный герой, но при этом войск тоже практически не осталось, тогда можно попытаться проводить игру в лейте. То есть, уйти в защиту, попытаться прокачать ещё одного героя, пособирать каких-то войск, артефактов, и за счет этого попытаться в замке дать достойный бой и, возможно, даже победить. Мару пишет, не, у тебя там феечки и тонны ресурсов, а у меня только по шахте и сплошные стрелки. Ну что ж, пишем спасибо за игру. В любом случае, было довольно интересно, бодренько. И как я говорил, от игры к игре прогресс вы будете замечать, который был в этой подписчице. Так что берите с неё пример. Вот сейчас, если бы она не подставила своего главного героя, а сначала занялась разведкой, то игра продолжалась бы дальше. Другой вопрос, что она пишет, что ей заниматься там нечем было. Ну, это да. Ну что ж, у меня на этом всё. Всем спасибо за внимание. Всем пока, с вами был Армак. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Проходите опрос в нашей группе ВКонтакте, для того, чтобы я имел возможность знать, какие видео пользуются наибольшим спросом у вас. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Игорь Негода